Навальный смог передать послание из колонии, написал у меня вопросов нет, единственная просьба сообщить моим родителям, что у меня все хорошо. Надо пожелать ему здоровья, родителям здоровья. Я понимаю, что они очень сильно волнуются и не зря волнуются, поскольку он попал, как сам он выразился, в дружелюбный концлагерь. Экспертиза вновь признала якутского шамана Габышева невменяемым. Интересная ситуация по поводу якутского шамана Габышева. Они его пытаются засунуть надолго и лечить. Почему? Потому что психушка это не тюрьма. В тюрьме. Ну что ты можешь ему предъявить? Хотел идти в Москву и Путина свергать какими-то оккультными путями. Нет такой статьи уголовного законодательства. К массовым беспорядкам не призывал. Вроде не террорист. Хотя можно, конечно, было придумать и это. Поэтому лучшее самое простое. Заявить о том, что он психически больной. И просто его не упускать. Посмотрим, что будет дальше. Безусловно, он человек внутренне сильный. И они сейчас уже это поняли. То есть, один раз они его пытались напугать. Видите, у них слабо получилось это. Он не успокоился. Поэтому я думаю, что они будут его трамбовать по полной программе, что называется. Вячеслав, подскажите, душевнобольные имеют право голосовать на выборах? Конечно, имеют право голосовать на выборах. Дело в том, что для того, чтобы лишить такого права, человек должен быть ограничен и дееспособен. Ограничение дееспособности – это уже для этого нужно судебное решение и прочее. Какая связь между голосованием и душевной болезнью человека? Вы что думаете, душевные больные люди проголосуют по-другому не так, как все остальные? Да точно так же они голосуют. Как их заставляют, так они голосуют при всей своей душевной болезни. Посмотрите, психушки, я всегда радовался и угорал от этого. Всегда в психушках побеждает партия «Единая Россия». 100% она набирает, 100% голосов в любой психушке. Всегда. Так что, что говорит, наверное, о том, что они голосуют как основная масса, как заставляют основную массу. Субтитры создавали об접 wigеных тумбов. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...